Преимущества всегда у пешехода. Эту прописную истину не устают напоминать водителям сотрудники дорожной полиции. В утренний час пик на площади Победы забывших ПДД автовладельцев немало. По делам торопятся все, и пешеходы, и водители. Вторым, правда, это категорически запрещает закон. Перед нерегулированным пешеходным переходом никаких перестроений делать не нужно. Во избежание того, что вы окажетесь в данном транспортном средстве, за которое вы перестраиваетесь, оно может остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходу. И в этот момент вы можете не среагировать и выехать на этот пешеходный переход. Жизнь человека, мне кажется, это превыше всего. Будьте добры, пожалуйста, чтобы данного нарушения в вашей жизни не было. Если водитель видит, что соседняя машина останавливается, он обязан также остановиться. Этого требует ПДД. За 8 месяцев текущего года на территории города Иваново произошло 135 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых пострадало 140 человек. К сожалению, 4 человека погибло. Из данного количества ДТП в 37 случаях нарушали сами пешеходы. Из этих 37 нарушений погибло 3 человека. Если раньше в ПДД была формулировка предоставлять преимущество пешеходу, то сейчас водитель обязан уступить ему дорогу. А значит, останавливаться, когда нога пешехода ступила на зебру, не нужно. Этим водители и пользуются, а иногда и вовсе злоупотребляют. Данное правонарушение предусмотрено статьей 12.18 Кодекса административных правонарушений. Она предусматривает административный штраф в размере 1500 рублей. При оплате данного штрафа 20-дневный срок платится половина стоимости 750 рублей. Вас в данный момент остановил за то, что не уступили дорогу. Оправдание не в счет. Штраф платить придется. Сотрудники ГИБДД с наступлением холодного, а значит и темного периода года напоминают, на дороге нужно быть особенно внимательными. Пешеходы иногда выбегают, конечно, на дорогу, не оценивают ситуации. А в темное время суток их очень плохо заметно, особенно в такую дождливую погоду. А так, да, в обычное дневное время. Сами пешеходы на зрение других участников движения рассчитывать не должны. О себе им следует позаботиться. Сотрудники госавтоинспекции также напоминают о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов как со стороны взрослых людей, так и со стороны детей. Поверьте, это, возможно, спасет вам жизнь и долгие месяцы лечения. Но водитель вас всегда сможет заметить в темноте, если на вас будет хотя бы небольшой световозвращатель. По статистике ГИБДД чаще всего правила дорожного движения в части перехода проезжей части нарушают молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Именно они почему-то чаще всего зебру игнорируют и перебегают дорогу, становясь жертвами аварий. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.